Всем привет! И сегодня я вам расскажу про 7 способов быстро избавиться от боли при геморрое дома без посещения врача. И самое первое, что нужно делать, когда появились боли в прямой кишке при геморрое, это срочно начать есть большое количество продуктов, богатых клетчаткой. Например, растения. Существуют научные исследования, которые говорят о том, что употребление продуктов, богатых клетчаткой, например, овощей и фруктов, позволяют снизить такие жалобы при геморрое, как боль и кровотечение. Что самое интересное, эффект от такого 6-недельного всего лишь лечения сохраняется до 3 месяцев. То есть начинайте сразу есть фрукты и овощи. Акцент необходимо сделать больше на нерастворимой клетчатке, например, отруби, которая, во-первых, увеличивает количество каловых масс, во-вторых, ускоряет их продвижение по кишке. А регулярное порожнение кишечника позволяет также и снизить нагрузку на венозное сплетение в прямой кишке. Соответственно, боль при геморрое уменьшится. Также существует научное исследование, опубликованное в 2015 году на 2813 пациентах, которые регулярно получали клетчатку в виде питания. И на этом фоне у них был ниже риск заработать геморрой и ниже частота обострения геморроя. Что вам еще нужно, чтобы начать есть овощи и фрукты при обострении геморроя? Ну, я понимаю, что на самом деле, что не у всех будет возможность начать питаться сразу резко, поменять режим питания. То есть начать сразу резко есть кучу овощей и фруктов. Ну и поэтому давайте перейдем к пункту номер два. Если вам нравятся мои видео, не забывайте поставить лайк, нажать подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о новых видео. А я практикующий самый нестрашный проктолог из города Перми, и мы продолжаем дальше. А пункт номер два – это включение в рацион лекарств, содержащих клетчатку. Клетчатка – это отдельный вид слабительных, которые используются для лечения таких состояний, как геморроя, анальная трещина и прочие проктологические заболевания. Они очень классно нормализуют стул. Если эффект положительный имеется от диеты, то и такой же классный эффект будет и от клетчатки, которую вы получаете при помощи специальных препаратов. Существует научное исследование, которое говорит о том, что употребление слабительных на основе клетчатки при геморрое уменьшает симптоматику в среднем на 53%. Что самое главное, они еще и снижают такие жалобы, как выпадение узлов, как кровотечение при геморрое. То есть на самом деле слабительные клетчатки улучшают очень качество жизни. Если у вас нет возможности переходить на питание богатое овощами и фруктами, то начинайте пить слабительные на основе клетчатки. Более того, и я это использую в практике, я назначаю клетчатку пациентам после операции геморроидектомии. Очень старое исследование еще из 80-х годов говорит о том, что использование клетчатки после геморроидектомии также облегчало симптомы и сокращало время восстановления после операции. И это реально работает. Я вам больше того скажу. В 2022 году опубликовано исследование, которое говорит о том, что слабительные с клетчаткой можно беременным женщинам при запорах и при обострении геморроя. И они также уменьшают жалобы и симптомы геморроя у беременных женщин. То есть они настолько безопасны, что их можно применять и беременным женщинам, и пожилым пациентам, и людям, с большим количеством соматических заболеваний. Третий способ, как быстро избавиться от боли при геморроя, это использование сидячих ванночек. Сидячие ванночки, по данным литературы, также очень хорошо помогают пациентам. Причем есть два варианта использования таких сидячих ванночек. Это марганец и раствор ромашки. Кому-то при этом помогает раствор ромашки, а кому-то помогает раствор марганца. Поэтому есть смысл попробовать сначала то одно, потом другое. Я знаю, что по интернету гуляет совет помываться холодной водой и использовать холодные сидячие ванночки. И на это вам хочу сказать следующее, что есть очень интересное научное исследование, которое сравнивало холодные ванночки и ванночки с теплой водой для оккупирования симптомов геморроя. И те, и другие ванночки показали одинаковый результат. Но согласитесь, садиться в теплую ванночку или ванночку комнатной температуры гораздо приятнее, чем в холодную. Поэтому я вам рекомендую не заморачиваться с холодной температурой. А еще эти сидячие ванночки можно использовать при лечении после геморроидектомии. Я их тоже активно очень использую. И ромашка, и марганец в послеоперационном периоде позволяют уменьшить боли. И это также доказано в научных исследованиях. Что самое интересное, по данным этих исследований, ванночки сокращают период реабилитации после удаления геморроидальных узлов. И нужно помнить, что иногда рекомендуют ванночки, помимо очень холодных, очень горячие. Очень горячие, температура 40-45 градусов. Их, конечно, не стоит применять широко, потому что на их фоне может быть ожог периональной области. А ожог периональной области, соответственно, приведет к усилению болевого синдрома. И вы мне скажете, что ваши ванночки, доктор, не помогают. Переходим к четвертому способу. Быстрого избавления боли от геморроя. И это уже применение лекарственных препаратов. Причем, я вам все-таки рекомендую здесь не рецептурные препараты, то есть не те, которые выписываются врачом, и которые содержат в себе, например, гидрокортизон. Или ведьминорех. Ведьминорех по-другому называется гамма-мелис. И вместе с гамма-мелисом и с гидрокортизоном существует большое количество лекарственных препаратов на рынке. И при остром геморрое, при острых болях, я рекомендую использовать мазь. Мазь с гамма-мелисом или гидрокортизоном. Исследование по применению гидрокортизоновых мазей или мазей с гамма-мелисом начато еще где-то в середине 20 века. По крайней мере, я нашел исследование 1956 года, в котором сообщается, что гидрокортизоловая мазь очень эффективно снижает боли при остром геморрое. А уже позже, в 2020 году, опубликовано исследование, в котором показаны эффекты этой гидрокортизоловой мази, что она оказывает противовоспалительное, сосудосуживающее и противозудное действие. Это как раз то, что нам нужно при лечении острых болей при геморрое. А так как гамма-мелис является еще и таким растительным препаратом, то есть условно вам он будет считаться максимально безвредным и очень эффективным, он очень часто применяется в сочетании с календулой или с ромашкой. И вот этот гамма-мелис оказывает благоприятное действие на геморрой, на боли при геморрое, особенно умеренные и низкие. Сильно высокая боль, на самом деле, я рекомендую все-таки консультировать с врачом. А что самое интересное, и гидрокортизон, и гамма-мелис активно изучаются у беременных и урожениц. В основном, конечно, урожениц, потому что на них применение таких препаратов безопасно. И оба эти препарата, они дают очень положительный результат на лечение острого геморроя, особенно сразу же после родов. Поэтому возьмите себе в копилочку. Я практикующий самый нестрашный проктолог из города Пермь. Записаться ко мне на прием можно по ссылке в шапке профиля и по ссылке в описании к этому ролику. Мой пятый способ быстрого избавления от боли при геморрое касается также лекарственных препаратов, топических средств, которые в себя включают блокаторы кальциевых каналов и нитраты. Нитраты – это препарат от лечения сердца. Типичный блокатор кальциевых каналов, который применяется для лечения боли при геморрое – это дилтиазем. Он позволяет избавиться от вот этого ощущения, когда очень хочется ходить в туалет и кажется, что внизу что-то мешает. И в принципе он может использоваться также и при анальных трещинах. Так же, как и нитраты. Нитроглицерин, который также существует в нитроглицериновых мазях, позволяет снизить болевые синдромы при анальных трещинах и при остром геморрое. Надо сказать, что по сравнению с нитратами у дилтиазема таки меньше побочных эффектов. И при употреблении мазей с нитратами, хоть и на прямую кишку, но возникают головные боли. Но по данным исследованиям и 2001, и 2017, и даже 2018 года, и дилтиаземовая мазь, и нитроглицериновая мазь одинаково позволяют очень эффективно снизить тонус сфинктера. А при снижении тонуса сфинктера, соответственно, болевой синдром также уменьшается, потому что улучшается кровоснабжение тканей в области ануса. Шестой способ быстрого избавления от боли при геморрое – это использование флеботонических препаратов. Флеботоники лечат не только варикоз, но и геморрой, хотя я уже говорил, что геморрой – это не совсем геморроидальные узлы, но, тем не менее, эти препараты очень эффективны. Они улучшают именно отток крови из геморроидальных узлов, потому что мало того, что они улучшают кровоток, они еще и стабилизируют капиллярный дренаж и ускоряют эвакуацию крови из геморроидальных узлов и в целом уменьшают отек тканей анального канала. И, как следствие, они, конечно же, уменьшают зуд, уменьшают боль, уменьшают отек и обладают противовоспалительным действием. Касаемо применения флеботонических препаратов, существует большое количество исследований, которые показывают, что их эффект не только помогает снять острые боли, но и имеет долговечный эффект. То есть при регулярном применении флеботонических препаратов при геморрое снижается частота обострений и снижается их интенсивность. А в 2022 году опубликовано очень интересное исследование, при котором доказано, что при применении флеботонических препаратов у некоторых пациентов происходит уменьшение геморроя четвертой стадии до третьей. Ну и, наконец, седьмой способ быстрого избавления от болей при геморрое – это изменение образа жизни и физической активности. Это, к сожалению, по сравнению с остальными шестью способами работает не настолько быстро, но существуют научные работы, которые также сравнивали пациентов с различной физической активностью. А особенно мне понравилось исследование, опубликованное в 2020 году, где проводили наблюдения в Северной Германии над людьми, которые болеют геморроем, у которых геморрой встречается редко. И выявили, что у пациентов, которые прошли мини-инвазивное лечение геморроя, очень сильно отличается и питание, и характер образа жизни. Женщины, страдающие геморроем, потребляли больше в пищу картофеля и животных жиров, и меньше фруктов. А также те люди, которые меньше страдали геморроем, они больше занимались садоводством, меньше сидели перед телевизором. Ну, это доказывает, что на самом деле для долгосрочной профилактики следующих обострений геморроя необходимо повышать свою физическую активность. И бонусом я вам добавлю восьмой способ быстрого избавления от боли при геморрое – это, конечно же, использование анальгетиков. Если очень сильно болит геморрой, можно их применять. Удачи вам, до встречи, и пусть боли при геморрое проходят максимально быстро.